Добрый день дорогие друзья, меня зовут Александр, я приветствую вас на канале компании СВ Фундамент. Я сейчас стою на плите, уже готовой железобетонной плите фундаментной, которую мы смонтировали под будущий каркасный дом. На самом деле заказчик здесь очень долгое время размышлял строить ему дом из газобетона или из каркаса, но в любом случае эта плита может принять на себя любую из этих технологий. Еще пару слов хотелось бы сказать о том коттеджном поселке, в котором мы находимся. Он буквально в 5 километрах от Меги Парнас, который находится на севере Санкт-Петербурга, и здесь буквально за горой Новоприозерское шоссе. Очень интересное географическое расположение. У меня есть определенные мысли по поводу этого коттеджного поселка, но об этом поговорим в следующем видеоролике. Сегодня говорим только об этой плите и о дренаже вокруг этой плиты. Поехали друзья! Мы приступаем сегодня к новой задаче, к новому объекту. Это строительство железобетонной плиты под каркасный дом. Размер дома 9 на 10, и предстоит все это построить на этом участке. Какой здесь грунт, как мы будем это делать, какие работы будем производить, сегодня вы все это дело увидите. Поэтому располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Фундамент это основа дома, и ее никогда нельзя опирать на плодородный слой грунта. Поэтому первая задача, которая предстоит перед любой строительной бригадой или компанией по монтажу фундамента, это снять плодородный слой. Вручную это очень долго и очень дорого. Очень долго и в связи с этим очень дорого. Поэтому всегда нанимаем технику, где она может пройти, и производим эти работы специализированной техникой. Ему нужно будет снять плодородный слой грунта, вывести его в нижнюю точку участка. Здесь на участке имеется перепад высоты по пятну застройки, перепад составляет 70 сантиметров. Для того, чтобы экскаваторщику поставить правильную задачу, и он у вас копал то, что нужно копать, а не все подряд, необходимо нарезать ему фронт работы. Поэтому мы традиционно колышками уже обозначили на местности периметр, в створе которого он должен производить земляные работы, и он приступит сейчас к работе. Копать котлован мы начали с самого верха участка. Это логично для того, чтобы джун переносить в нижнюю часть участка. Музыка. 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 Вот экскаваторчик у нас закосячил, дали ему тромбовку, зубы заставили работать. Вон он, видите, экскаватор пустой, управляет свои физики. Мы засыпали поплаван песком, утрамбовали его послойно, они более чем 20-30 сантиметров. Добик нам здорово помогал, проливал все это дело. Сейчас мы высыпали порядка 10-30 кубов по тьке. Мы сделали вот такую подсыпку. Также все выравниваем и трамбуем. Трамбовка по одному месту проходит не менее чем 3 раза. Для качественного уплотнения стоя. Кроме этого вырыли 13 канавы для того, чтобы произнести 13 фундамента. Ну что, друзья, прошло несколько дней, но работа движется вперед. За эти дни что мы сделали? Первое, мы выбрали котлован, который по своим размерам габаритным на метр в каждую сторону больше, чем пятно застройки. Мы заместили весь ненесущий грунт, который был на этом участке на несущий, это песок. Получилась подушка порядка метр-метр десяти в разных местах по-разному. Глубина замещения грунта, естественно, была связана с глубиной залегания несущего грунта. В качестве несущего грунта здесь была, не была, а есть голубая глина. Это вполне такой себе плотный грунт, на который можно опирать уже фундамент и подушку. Песок этот был не просто свален сюда самосвалом и разровнен, а потом трамбован. Мы завозили сюда постепенно, между машинами было по часу времени. Здесь работала техника, трактор, который растаскивал этот песок по всей подушке равномерным слоем. И двумя трамбовками по 80-85 кг мы этот песок трамбовали. Слой трамбовочный был не более 200 мм, а зачастую он был гораздо ниже. По самой трамбовке, каким образом это осуществлялось? Два человека ходили независимо друг от друга в разных направлениях, таким образом, чтобы каждое место было протрамбовано не менее чем три раза. При таком способе трамбовки получается плотное основание, на которое можно в дальнейшем упирать уже саму железобетонную плиту. После того, как весь котлован был заполнен песком и протрамбован, мы выселали 20 см гранитного щебня с фракцией 20-40 см. Далее на щебень мы уложили геотекстиль и насыпали еще 5 см песка. Опять все это дело протрамбовали и уложили вот эту распределительную мембрану, которая своими шипами впилась в последние 5 см песка и тем самым увеличила площадь поверхности передачи нагрузок от фундамента на грунт за счет своих шипов, высота которых 8 мм. В данный момент вы видите, что установлены обноски так называемые, это деревянные конструкции, на которых выставляется уровень в горизонте и обозначаются оси будущего фундамента, оси углов, оси сторон фундамента. Далее из трех досок сколочена опалубка, укреплена ребрами жесткости и обита целлофаном. Сейчас ребята как раз занимаются тем, что выставляют эту опалубку. Далее эту опалубку нужно будет закрепить, разложить арматуру. Вы видите, что здесь длина фундамента 9 и 10 метров. В одном направлении 9, в другом направлении 10 метров. Арматуру длинную завести в данный коттеджный поселок не удалось в связи с ограничением по длине проезда. То есть шаланда сюда с 12-метровой арматуры заехать не смогла, поэтому пришлось пилить все это на куски 7 метров и 5. Примерно такие размеры. И раскладываем длинный кусок здесь, короткий в ту сторону. Далее длинные куски здесь, короткие в эту сторону. Так, чтобы арматура по длине стыковалась не подряд друг с другом. И вообще по всей ширине плиты не должно быть более 30% перехлестов в одном месте. Поэтому здесь арматура будет по длине раскидана. В дальнейшем мы покажем более подробно. Кроме всего сказанного, на этапе формирования щебеночно-песчаной подушки были заведены коммуникации в дом. Это две канализационные трубы под электричество и под водопровод. Высота вот этих гильз, она составляет ниже уровня будущей плиты 1,5-2 см. Она обозначается специальными колышками, ну любыми колышками, не специальными, а любыми колышками, для того, чтобы в дальнейшем потом найти. Точные координаты указаны в проекте. То есть удаленность от края, от одного и от второго, до середины отверстия. Поэтому в дальнейшем найти будет небольшая проблема. Когда бетонная плита зальется, сюда молотком ударил по стяжке, она треснула и можно будет получить доступ к коммуникациям. Значит, наклон труб канализационных должен составлять 2 см на каждый погонный метр. То есть от фундамента каждый метр наклон трубы по 2 см. Значит, угол, который формируется между вертикальной трубой и горизонтальной, состыковывается с помощью специальных уголков под 45 градусов, не под 90. При подготовке данного котлована был обнаружен высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, если внимательно посмотреть за фундамент, мы видим склон горы с достаточно большой протяженностью. Все талые воды, дождевые воды будут двигаться в сторону фундамента и подмывать подушку. Поэтому при фундаментный дренаж здесь в обязательном порядке нужен. И мы его уже выполнили. Пока работала здесь техника, повесили ему 30-й ковш 30 см шириной. Он откопал нам канавы под дренажную трубу. Далее, эти канавы были обложены геотекстилем средней плотности 150 микрон. В него была уложена сначала щебеночная подушка 10-15 см, далее труба в геотекстиле дренажная. Все это было засыпано щебнем еще 20 см, ну а сверху уже песком. Ни в коем случае нельзя эту дренажную канаву засыпать дренажной трубой тем грунтом, который у вас есть на участке. Потратьте несколько тысяч рублей на песок, закупите его при подготовке подушки в большем количестве. Он вам в любом случае пригодится на такие работы, как дренаж, ну или об устройство фундамента. Мы недавно выпустили на нашем канале видеоролик с подробным описанием, как делается, как выполняются работы по устройству дренажа, фундамента. Сейчас подробно рассказывать, показывать мы это не будем, тем более видеосъемка не велась. Ролик по ссылке вы можете найти в описании. Ну и под тем видеороликов было несколько задано вопросов таких, на которых я не думал, что стоит отвечать. Но придется ответить сейчас. Как вода попадает в дренажную трубу? Все очень просто, она перфорирована эта труба, а геотекстиль, в которой обвернута эта труба, выполняет роль фильтра и спокойно пропускает воду. Поэтому абсолютно вся вода, которая будет стремиться к фундаменту с разных сторон, она будет в первую очередь попадать в ту обложку из щебня, которая легко пропускает эту воду. Соответственно, вода, прошедшая сквозь щебень, будет в дополнительный раз фильтроваться и попадать в дренажную трубу. А уже по этой самой трубе она спокойно будет выливаться в дренажную канаву, как мы видим это в данный момент. Как видно, у нас опалубка состоит из трех досок по 100 мм. Напоминаю, что толщина их должна быть не менее 40 мм, для того, чтобы опалубка не изгибалась. Еще раз, по высоте в 300 мм можно будет догадаться, что толщина плиты составляет 300 мм. Мы в инстаграм в нашем уже выкладывали видеосюжеты, фотографии этой плиты с описанием тех работ, которые здесь производятся. Когда мы объявили, что у нас толщина плиты в 300 мм под каркасный дом, уже начались комментарии. Я уверен, что и под этим видеороликом будут те же самые комментарии. Зачем так много бетона, зачем такая толстая плита под каркасный дом? Не только вес дома определяет толщину плиты, но еще и грунт, который находится под этим домом. А кроме всего прочего, еще и размер и форма этого дома. Потому что если вы построите длинное и узкое сооружение, какого веса она не была, сама плита под своей собственной тяжестью при просадке грунта может изломиться. И это может предотвратить только заданная проектом толщина этой плиты. Поэтому к каждому фундаменту нужно подходить индивидуально, его нужно проектировать, нужно производить специальные расчеты, чем и занимаются проектировщики нашей компании. Давайте еще раз поговорим о длине арматуры в том случае, если ее не хватает на длину фундамента. Все должно быть в переклест и в разбежку, так же как в каркасном доме. Поэтому у нас здесь мы разделили арматуру на три длины. Вот три метра, дальше идет семь метров, пять с половиной. Три метра, семь метров, пять с половиной. Соответственно, у них будет нахлёст не меньше, чем полметра. Здесь еще пока не совсем выставлено, неправильно лежит. Но будут перехлёсты, соответственно, куски добора, они будут тоже в разнобой. Там будут какие-нибудь четыре метра, шесть и три с половиной. Что-то в этом духе. Понятно объяснил. Между опалубкой и грунтом, так как грунт не совсем идеально ровно, могут быть какие-то щели, через которые бетон или бетонное молочко может убежать. Поэтому сначала под мембрану мы проталкиваем небольшое количество грунта, приминаем его. Сверху уже будем накидывать грунт, который уже основательно закрепит опалубку. Обратите внимание на то, как крепится опалубка друг к другу. Не обязательно подгонять её чётко в размер и потом не знать, гадать, как её закрепить. Можно её сделать больше, длинней. При этом стыковка происходит так же, как в каркасном доме, в тёплый угол. Ну что, первый этап вязки арматуры у нас закончен. Это нижний ряд сетки арматурной. Напомню, что шаг у нас 200 на 200 миллиметров. Толщина арматура 12, диаметр арматура 12 миллиметров. Всё это выставлено на проставках пластиков, для того, чтобы сохранить 4,5-сантиметровый слой защиты бетона снизу. Далее, по торцам фундамента уже установлены П-образные элементы. Для того, чтобы дистанцировать нижний ряд от верхнего ряда сетки, применяются вот такие гнутые элементы в простонародье лягухи. На них выставляется второй ряд арматуры. Всё это связывается с вязальной проволокой. И высота этих лягушек, они и определяют высоту нашего армокаркаса плиты. Ну всё, друзья, всё у нас готово к заливке бетоном. Напоминаю, что мы заливаем сегодня бетонную плиту 300 миллиметров под каркасный дом размером 9 на 10 метров. У нас два ряда арматуры. Арматура 12 миллиметров, шаг ячейки 200 на 200 миллиметров. Всё это перевязано в шахматном порядке. Стыки арматуры по длине с разбежкой через один узел завязаны вязальной проволокой. Защитный слой бетона снизу составляет 4,5-5 сантиметров. Выставляется на специальные фиксаторы, пластиковые фиксаторы. По краю плиты защитный слой у нас также сформирован порядка 5 сантиметров. Здесь никаких звездочек мы не применяли, просто нарезали арматуру в тот размер, в который было необходимо. Опалубка у нас выставлена, закреплена, зафиксирована. Всё чётко в размер и по уровню. Обратите внимание на целлофан. Она обёрнута целлофаном для того, чтобы бетон не отдавал влагу в деревянные конструкции опалубки. Быстро не сох. И в то же время, чтобы потом опалубку можно было спокойно демонтировать. Если целлофан не будет, во-первых, влага быстро уйдёт в доску, в сухую. А во-вторых, отрывать опалубку будете и волокна доски останутся на бетоне. Хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. У нас фундамент не квадратный, то есть имеется какая-то вытянутость. Так у нас 9 метров, так 10 метров. Соответственно, по более длинной длине должна укладываться рабочая арматура, которая будет принимать на себя основную нагрузку. И она должна быть максимально разнесена между собой по высоте. Поэтому в этом направлении у нас лежит самая верхняя арматура. И в этом же направлении у нас лежит самая нижняя арматура в нижней сетке. Дистанция между двумя рядами сетками образована за счёт вот этих согнутых элементов, так называемых в простонародье лягухи. Музыка. 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 все друзья все плита залитая Фундамент готов, осталось на нем построить хороший классный каркасный дом Стоимость данных работ и материалов будет указана в описании к данному видеоролику Обращаю ваше внимание, что стоимость здесь будет выше, чем обычно Почему? Потому что здесь был котлован у нас, помните, на метр двадцать Все это замещалось песком Но это мы разобьем на разные этапы, чтобы вам было понятно, сколько стоит сама плита И сколько стоит подготовка в данном конкретном случае Обратите внимание, перенесли все координаты местонахождения коммуникации На саму плиту обозначили красным маркером Прошло уже некоторое количество времени, все хорошо видно Ну и на всякий случай имеются вот такие выносы, флажками обозначены, где у нас коммуникация проходит Ну что, друзья, смело можете заказывать у нас любой вид бетонного фундамента Мы качественно его спроектируем и не менее качественно построим А с вами сегодня был Александр, компания СВФундамент Хорошего вам дня и крепкого фундамента по жизни Пока!